Тот, кто бережливо относится к тем суннам, которые Пророк Савалов сам совершал вместе с обязательными молитвами, то есть два раката перед утренней молитвой, два или четыре раката перед обеденной, два раката после обеденной, два раката после Магриба, два раката после ночной молитвы, эти ракаты, если человек будет относиться бережливо к этим ракатам, это будет знаком тому, что он бережливо относится к обязательным молитвам, потому что если он бережливо относится к желательным, значит тем более он бережливо относится к обязательным, Если же он относится халатно к этим желательным молитвам, то в этом указание на то, что он халатно относится к обязательным молитвам. И самое важное из этих молитв, два раката перед утренней молитвой. Проксал сам так бережливо относился к этим двум ракатам, что не оставлял их ни в пути, не находясь дома. И награда за эти два ракаата больше и величественнее, чем все эти мирские блага. Про об этом сказал Проксал сам. То есть, если человеку соберут все мирские блага и предложат, два ракаата эти будут лучше для него, чем весь мир. Является сунной, чтобы два ракаата эти утренние, перед утренней молитвы, совершались покороче. Однако не надо при этом делать упощрение в том, что является столпом молитвы. В первом ракаате, в этой молитве, человек после суры Фатиха читает «Куль ягию и каферун», а во втором ракаате после суры Фатиха читает «Куль гуаллаху ахад». Основа то, что мы должны бережливо к этим желательным молитвам, которые Пророксал сам не оставлял, относиться бережливо. Аллаху алейкум.